После вчерашних холодов я сегодня готовлю ужин. Решила приготовить пюре картофель, знаете мне понравился такой вкус, картошка вареная, мелко ее порезать, она быстрее сварится, вот смотрите видите, то есть я не целиком варю картофель, а вот так вот мелко режу и добавляю репчатый лук, если маленькая головка, то маленькую головку лука, сейчас пеночку снимаю, а если крупная, то 1 четвертую часть режу мелко тоже, и получается когда ее толкешь, картошечку, ну в пюрешку, и лук тогда тоже, он уже сваренный получается, попробуйте так приготовить, знаете очень вкус такой, во-первых картошка получается ароматная, можно также чеснок добавить, но я не почистила чеснок, не приготовила, лук у меня был, я готовила суп, вот такой суп, приготовила маленькую кастрюльку совсем, ну чтобы на раз-два вот покушать и все, потом снова новый варить, потому что допустим борщ мы едим быстро, а вот супчики готовлю и, ну вот такую, допустим, литровую кастрюлю мы будем есть неделю, а эту, ну покушать строим, здесь такие макарошки, петтини называются, петтини или петтини, маленькие такие буковки, видите тут всякие буковки, вот такой я сегодня даже не зажарила, приготовила быстренько, чтобы покушать, здесь перчик болгарский, вот у меня заморозка, морковка, картошечка и вот эти макарошки, так он густой получился, жирноватый из-за того, что ребрышки свиные, супчик сварила, и вот картошку делаю, здесь много не влезло и получается, я поставила еще в микроволновку, вот такая кастрюлька, у меня есть для микроволновой печи, и сейчас убавлю, и получается в микроволновке она так же сварится, ну просто туда в то не вошло я, поэтому в две кастрюльки, а здесь сварится, там растолку вместе добавлю, так же посолила, и лука сюда добавила, чтобы ароматненько было, перемешала там, посолила, и так вот ставлю, крышечкой накрываю, собирается конденсат, и вот так вот, чтобы не совсем было накрыто, вот, все, ставлю на 30 минут, поставила, но скорее всего за 20 приготовится, уже 6 минут крутится, 24-28, так, старт, очень-очень хорошая эта микроволновка, она с грилем, хорошая, так, персик, персик, что ты забыл в ванной, ты посмотрите, вот это, что это такое, шкода, ты же спал, выспался, позакрыла везде двери, потому что пакостит, лазит, и тру морковку, буду делать поджарку, вот свинину я разморозила, сейчас посмотрю, или один кусочек добавлю, или будет одного мало, делаю два, чтобы на подольше хватило, режу репчатый лук, тут у меня еще половинка, корень петрушки остался от супа, так, весь лук надо порезать, и натру на крупной терке эту морковку, что-то в зажарку добавлю, может, вот это, и может быть, еще отсюда отрежу половиночку, так, что вот, позар в обзор милиция, две ложки зачем-то лежит, ну, да, мешала картошку, каждую кастрюлю по ложке, чайная ложечка, не пойму, для чего, а, соль добавляла, вот, так, что вот, режу, готовлю ужин, поджарку буду делать, и картофельное пюре, и, может быть, сделаю еще салат из белокочанной каплины, и морковки, и лука, натру на терке, на такой нашинковке, сделала такую пюрешку, картофельную, добавила, ой, не могу вытащить, толкушку, и добавила сюда две столовых ложки растительного масла, почему-то мы любим растительное масло, и вот эту водичку, которую я вылила, да, вот здесь, картофельный отвар густой такой получился, ну, из-за того, что мелко я порезала, сейчас я вот это все поправлю, будет чистенько, красивенько, а вот этот отвар я люблю пить, он очень вкусный, и сделала поджарку, поджарила мясо до румяной корочки на сковородке, на растительном масле, добавила половинку морковки натертой, на крупной терке, крепчатый лук, специи, соль, перец, там, приправы к мясу, и одну столовую ложку майонеза, а, да, еще водички, и вот такую поджарочку в соусе будет картофельного сыра, вот такой ужин, и на обед завтра возьму, крышечкой накрою, и буду делать салат из белокочанной капусты, морковки, потру морковку на крупной терке, и лук крепчатый, и немножко добавлю петрушки корневой. Всем доброго времени суток, приветствую вас у себя на канале, у нас почему-то пошло потепление, ух ты, тот дом кто-то купил, они собираются его обшивать, вот такую сделали балконную группу там, я, я тоже хочу сделать, но как бы без второго этажа, потому что у меня не хватит высоты там, я вот внизу хочу только сделать, балконную группу поставить, а обрешетку они вот делают, видите, на том коричневом доме, обрешетку делают, видать, будут обшивать сайдингом, но тут дом купили, он стоял года два, никто не покупал, потом девушка жила с ребенком, может муж приехал, я не знаю, не знаю, хочу показать вам белый декабрист, он у меня орет этот радио, вот белый декабрист будет засветать, он у меня был маленьким, погиб был, то есть я его залила, по-моему, или замерзл, вот, он везде в бутонах, белый, он растет в отличие от вот этих розовых, да, вот розовые, они кустятся, то есть у них такие палочки там 3-4, выбивают они с этого, с корня, не знаю, выбивают или не выбивают, вот я 3 посадила там или 4, так они и растут, а вот этот вот он растет, видите, на одной палочке, у него одна палочка, но может когда-нибудь они вырастут, мне кажется, они растут из корня, и вот на каждом листочке, вот здесь по 2 пупочки, здесь одна большая, он уже неделю вот такой стоит, будет свистеть, ну а слава Богу, он отрос у меня, и вот этот я пересадила за миокулькас, маленький такой горшочек, он растет, вот, а этот вот такой большой вырос, слава Богу, у меня есть теперь за миокулькас, у меня был большой в лесном, но не настолько, как вот этот, вот этот большой, конечно, у него луковицы вот какие большие, крупные, тот был поменьше, конечно, но дом ушел, и все цветы ушли в никуда, потерялись, они же их, скорее всего, выбросили, не жили в доме, и потерялись. Довязываю последний штрих, уже не могу связать, вот как можно вообще, не вяжется как-то, тут дремало, я занимаюсь очередным геморроем, так сказать, эту ночь, эту ночь было достаточно холодно, и у нас же один обогреватель вот здесь сгорел в прихожке, вот, есть, нету теперь, вот, вообще у меня все новые сгорели, вот, вот, надо его в ремонт отвезти, вот балу сгорел, я покупала, балу сгорел, но я откручивала, я не могу понять, он достаточно хорошо греет, вот этот обогреватель, он вот эту комнату, большую кухню, вот эту самую огромную комнату у нас, я хочу когда-нибудь перегородить ее, то есть сделать кухню, и здесь будет коридор, в коридоре будет лестница на второй этаж, вот, вот здесь будет вторая лестница, под лестницей будет дверь в спальню, пока пристрой не сделаю, если пристрой сделаю, если дочка уедет, квартиру купит себе, будет жить в городе, то мне достаточно будет этого, этой комнаты, это будет детская, гостиную сделаю на втором этаже, или детскую сделаю на втором этаже, здесь гостиная будет, кухня и коридор, в который будет лестница на второй этаж, Здесь места хватит Сделать лестницу Вот так вот Вот так вот лестницу И под ступенек один Две штуки Вот И Сюда будет лестница Отсюда вот сюда И здесь точно так же я отгоражу Вот так вот Отсюда я отгоражу Вот так поставлю Стеночку Вот так от двери Чтобы лестница Отсюда вошла вот так И здесь спускалась вот сюда Там две или три ступеньки будет Она будет отсюда вот такая И здесь будет две или три ступенечки Чтобы можно было спуститься А не прыгать на пол Ну и сюда поставлю стенку Такую вот Здесь стенка будет такой малюсенький Будет коридорчик отгораживать Будет лестницу И вот здесь вот это пространство О господи наступило Пространство вот отсюда Есть и на зала Ну вот так вот я отгоражу Это место будет как коридор Чтобы было понятно Вот отсюда вот отгоражу И досюда как раз будет Кухня вот эта Квадратная Прямоугольная И коридор А здесь хочу сделать встроенный шкаф Или сама сделаю Или закажу Постепенно все сделается Не к спеху сейчас Потому что там шкаф есть в коридоре Ну и короче Холодно было Дочка замерзла И мне это нормально Дочка замерзла Блин наступила На обогреватель Я сняла его в ванной Помыла его с двух сторон На нем столько пыли Вот с этой стороны Вот здесь получается Дует Сюда Отсюда тепло Вот с этой решеточки Отсюда дует И вот с этой стороны Возле бруса была пыль Я хочу Сейчас он остыл Я хочу его перевесить в спальне А здесь я сняла Вот он здесь висел И со спальни повесить маленький Ну здесь он висел Вот здесь вот треснул брус Видите как треснул брус Хорошенько И отсюда конечно сурецы дует Не настолько сильно Потому что там пеноплексом Все Так сказать Обшито С улицы Если было не обшито Было бы сильно дуло И я снова притащила Паклю Ну пакля это вот жут Я его Сейчас возьму ножик Вот получается сжут И я вот сюда Ножиком Все затолкаю Здесь ножика нету в ванной Здесь ножничками я вам покажу Нормально это вот Туда там огромные щели Оттуда дует И вот так вот я Это джут Это джут Паклюет Джут Не пакля Пакля Вот она какая пакля Такая видите Здесь строители ее запихивали Она как солома Или как опилки Что-то такое Вот пакля Здесь запихнуто Когда-нибудь ванна обошьется И будет нормально Этого стрема не будет видно Многие говорят Зачем тебе обшивать Пусть так деревянно будет Ну мне не нравится этот стрем Так Ну я когда-нибудь Или вагонкой обошью И покрашу Ну оттуда тоже дует Я вот если затолкаю Да, вот это Джут Ножиком Ножик подлиннее Ножнички эти маникюрные Маленькие Ну вот я туда затолкала У меня его много Полкуля Пол мешка Ножиком затолкаю И туда еще затолкаю То есть вот видите Вот отсюда Во щель идет Вот отсюда Брус лопнул Вот так Здесь вот Здесь вот тоже лопнул А здесь вот мелкая Такая трещинка Но здесь Не затолкаешь Да и тут Невозможно будет Ну и получается Не здесь я повешу Не на этот А может и на этот На этот Ну и сюда я повешу В маленький Будет поменьше В ванной Вот пока Пока придет Свой образ Другой Этот маленький Потом повесим Коридор А вот этот Нормально А дочке холодно И я это Вот я уже была сделала Сейчас я снова Откручу Вот этот Саморез большой И вот сюда Прикручу Он у меня здесь был Сюда прикручу Вот отверткой А вот я закрывала Вот здесь Такая у меня Такой кусочек Ковролина Я закрывала Вот здесь Потому что Маленький Висел Как-то поменьше Поменьше было Вот столько А я сюда Прикрепляла Этот Видите Что Кот Вытаскивает Этот Он думает Что это Игрушки Что это Я не знаю Что он думает Но он Сволочь Вытаскивает Паклю со стены Вот тут Вот здесь Ух ты Он вылезло Он вытащил его Просто вытащил Конкретно Сейчас я сюда Дотолкаю Играет Вот этим Вытаскивает Этот джут И играет И носит его Блин По всему дому О конечно Здесь сифоник Боже мой Сейчас я Все это Сначала Запихну Лента Такая будет Вот Ну он За 7 лет Конечно Уже знаете Высох Как бы И все И уже Воздух Проходит Потом покажу Что я сделала В первых Я законопачу И повешу Сюда Большой Маленький Повешаю Это Ван Ну а что Мерзнуть А что Мерзнуть Виноград Смотрите У меня Растет Я правда Не знаю Будет ли С этого Топ Какой-то Но он Растет Видите Виноград Посадила И он Вот так Вылез В Сибири Все таки Может он Замерзнет Ну на зиму Я буду Закрывать Будут ли Ягоды Или не будут Не знаю Ветер На улице Прохладно Ай Сцепилась За штору Но здесь Декабристые Не цветут Они вот Только еще Цвет меняют Вот этот Большой Этот розовый По-моему Тоже розовый Лиловый Этот Ярко-розовый Колокольчиковый Вот занимаюсь Обогревателями Обогревом Дома Еще утюж Ждет Сколько Надо Вот Тепло Одета Я всем Здравствуйте Помыла голову У меня Кучеряются Волосы Такие Кучеряшки После того Как Миша Родился У меня Восьмом Году У меня Волосы Стали Кучеряются Я даже И расчесываться Не стала А зачем Так нормально Буду дальше Заниматься Ну вот так Вот я Законопатила Нож Уже Унесла Вот Законопатила Вот Эту Щель Уже Меньше Конечно Дует Вот Здесь Запенили Мне Ребята Когда Ковролин Тут Ложили Вот Здесь Маленькие Щели Ну а Тоже Надо Будет Вот Эту Затыкать Видите Брус Потрескался Дом Садится Под люк А кот Вот Он Вытаскивает Здесь Конечно Маленькую Надо Может Я Заспаклю Сейчас Шпаклевку Принесу Заспаклю Все Щели И Вот Здесь Вот Смотрите Видите Сейчас Покажу Вот Здесь Вот Тоже Видите Сильно Был Треснул Это Был Треснул Еще В прошлом Году Вот Брус Сначала Вот Конец Это Середина Видите Как Его Порвало Сильно Ну Скорее Всего Строили Может Может Так Осенью Может А может Весной Строили Строили Брус Был Влажный Вот Падла Вытушил Все Ну Что Так Ну Как Так Лапы Обрывать По Самую Шею Вот Тоже Треснул Тоже Дует Отсюда Как Сильно Дует Отсюда Вот Потолок То Я Была Сделала Здесь Хорошо Сделала Потолок Такими Плиточками Мучилась Конечно На лестнице Хорошо Хоть Лестница Есть Там У нас Подушки Лежат Но Больше Некуда Лететь Подушки Я Как Нибудь Их Растереблю Сделаю Что Нибудь Одну Какую Дел Большую Вот Здесь Вот Тоже Видите Порасходились Но Я Летом Сейчас Не буду Делать На зиму Зачем Я Потом Белой Шпаклевкой За Стыки Сделаю Расходится Дом Гуляет Здесь Допустим Стена Между Залом Оттуда Не Дует Отчасти Равно Какой-то 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 Этот Идет Но Там Зал Откуда Может Дуть Представляете Да Холодный Воздух Идет Вот Там Тоже Везде Тресну В стыках Может Еще Дует Ага В стыках Тоже Дует Ооо Здесь Сильно Дует Вот Тоже Тресну Ну Вот Эти Маленькие Щели Их Можно Конопатить Но Это Так Блин Потом Руки Болят От Этого Всего Что Вот Тыкаешь Тыкаешь Можно Да Тресну Джутовый 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 Венцовый Утеплитель Джутовый Венцовый Утеплитель Короче Вот он Какой Да Вот Он Такой Но Я его Беру Рву Потому Что Допустим Большую Дырку Большую Отрываю Ну Это Понятно Да Маленькую Ну Вот Можно Вот Столечка Сейчас Найдем Маленькую Дырочку Вот Маленькая Дырочка Прикладываете Вот Так Пальцем Вот Нож У меня Столовый И Вот Так Запихиваете Туда Смотрите Видите Насколько Он ушел Снова Надо Отрывать Одной рукой Неудобно Отрывать Он Сыпется Вон Смотрите Видите Насыпалась Опилок Я Этой Сверлом Сверлом Делала Камеру Камеру Некогда Поставить Да Что Что Стой 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 Спец Конечно Берете Берете Вот И Представляете Вот Так Ставится Уже Сам И Вот Так Вот Ножом Его Затыкиваете Ушло В гараже Там Десять Листов Есть Этого ДВП Крашены Большие Листы Вот Я Это Зашью ДВП Я Смотрела Как Делают Полы Думаю Я Справлюсь Со Стенами Вот Все Эту Щель Большую Я Затыкала Видите А так Она Дует Сифонит Теперь Не Дует Теперь Надо Еще В ванной Повесить Обогреватель Все Что Можно Уже Проконопатила Повесила Здесь Обогреватель Пропылесосила Мусор Убрала Ну Но Скорее Сего Дело Не в Конвекторах Дело Энергосбытия Он По-моему Убавил Убавил Потребление Электроэнергии Вообще Капец Я уже Спарилась За Сегодняшний День Сейчас Покажу Вам Ванной Что Я Делала Ну И Повесила Ой Что Болит В груди Колит Что Ой Капец Ну И Повесила Ванной Маленький Не Знаю Здесь Может Быть Из-за Того Здесь Все Законопатила Какие-то Мелкие Зашпаклевала Вот Там В углу Зашпаклевала Ну Закончилась У меня Шпаклевка Мелкие Такие Ну И то ли На улице Стало теплее То ли Действительно Зашпаклевала Все дыры Законопатила Что могла Где видела Стало теплее Конечно Но В спальне Почему-то Нагревается Обогреватель Поменьше Ванной Ванной Там он Грел Хорошо Загрузила Машинку Стирать Надо Этот пакет Унести В гараж Потом Как-то Так Получилось Пропылесосила Везде Чистенько Все Вот И нагрела Себе В горшочке Борщ Остатки Сладкие Сейчас Покушаю Первый раз Один Покушаю Всем хорошего Доброго Вечера Уже Темно Машинка Выбивает Стучат Колеса Добрый День Дорогие Друзья Приветствую Вас У себя На канале Я Довязала Скатерть Вот Такой Узор Получается Простенький Другие Узорчики Надо Учиться Ну Как Вязать Я Вчера Простернула Ее Сейчас Решила Пропарить Утюжком Она Еще Не сильно Подсохла Конечно Но Лучше Пока Она Влажная Пропарить Ее Маленечко Вот И Возьмусь До новой Работы Надо Семплер Вышивать На Новый год Я В прошлом году Взялась Вышивать Ну А потом Заболела И Начала Там И уже Это Не вышивала То одно То другое То третье Поэтому Немножко Отложила Ну И полотенчики Вот У меня Полотенчики Такие Вафельные На кухню Вот Такие Вот Мама Мне Ткань Давала Она Такая Беленькая Вафельная Полотенчика Ну У меня Тоже Такие Полотенчики Вытираться Ими Одно Удовольствие Они Мягкие Я Постирала Уже На Короткой Стирки Такой На 30 Минут Постирала Десяти Ниточки Есть И обрежу Просто Обычной Срочкой На машинке Сделаю Вот И будут Такие Но это будут Не кухонные А Лицевые Лицо Вытирать Такие Полотенчики Кухонные У меня Есть Другие Немножко А может И кухонные Будут Посуду Вытирать Вообще Одно Удовольствие Такими Полотенчиками Мязоньки Так что Буду Заниматься Скатить Получается На стол Достаточно Неплохая Она у нас Была Уже Это Отрезок Был Я покупала В 2015 Году Это Отрезок На стол Когда мы Там жили В съемной Квартире Просто Стелила Его Машинки Не было Доступа К машинке Не было Машинка В доме В доме Была Вот Ну Вот Так Вот Решила Сделать Красивенько Так Получается Потом Покажу Как На столе Будет Такой Рисуночек Сейчас Отпарю Это Сделала Сжат Вот Так Очень Красиво Получилось Я уже Ее Отпарила Мы Вчера Я ее Постирала Вот Так Легкую Стирку 30 Градус Она Достаточно Празднично Получилось Я Планировала Изначально Ну Как Ее Изначально Чтобы Она Была Повседневной Ну И Отпарила И Вот Так Получилось Вот Это Было Коротенькое Так Оригинально Получилось Можно Покупать Допустим Габардин Это Габардин Это Партиерная Ткань Вот Это Для Партиер Она Мне Понравилась Я Купила Ее Еще Знаете В 2015 Году Если Было Можно Было Купить Еще Такую Ткань И Сделать Хорошее Красивое Покрывало Допустим На Кровать Или Такого Же Цвета Шторы Сюда И Допустим Допустим Вчера Какой-то Пластиковую Красивую Баночку Туда Магазин Скорее Мелочи Нужно 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 Поднимать Полы Нужно Ли Для Ни Поднимать Там Ставить Если Печку Конечно Кирпичную Туда Можно Ее Так Делать Но Я Хочу Купить Чугунную С Конфорками Чтобы Там Была И Топка Чтобы Была Конфорка Поддувала Чтобы Гребать Золу Ну И Такую Повыше Допустим Для нее Надо Будет Пьедестал Какой-то Делать Методически Ставить Ставить На Этот Методический Лист Ну И Чтобы Она Была Повыше Скорее Вот там Есть Я Видела Там Пониже Есть Повыше Допустим Если Ее Так Сделать Как Морозилка Низу Морозилка Верху Холодильник Допустим Вот так Ее Сделать И Потом Купить Кирпичи Чтобы Не Обжигаться От Нее Видела Я Такую Печку Обложить Ее Кирпичами Это Я Смогу Сама Обложить Кирпичами Сделать Чугунную Печку Обложить Кирпичами Раствор Там Вот Все Сделать Но Надо Будет Вырезать Линолеум До Доски Там Еще ДВП Постерено ДВП На ДВП Под ДВП Доски На ДВП Это Прибитый Линолеум Ну Не Прибитый Уложенный И Сделать Вот Так Вот Все Чтобы Была Конкретная Печь Потому Что Чугунная Можно Обжечься Конечно Дети Могут Обжечься Вот Обложить Кирпичами Или Так Оставить Кирпичи Просто Лаком Покрыть Их Там Или Какой-то Морилкой Или Заштукатурить Их И побелить Наверное Так Будет Лучше Побелить Потому Что Беленькая И Чтобы Были Конфорки Готовить Штуки Три Одна Большая Две Маленькие Потому Что Свет Отключают И Это Просто Просто Финиш Сегодня Должны Были Отключить Но Не Отключили Слава Богу Потому Что На Улице Прохладно На Улице Минус 17 Но Прохладно С учетом Ветра Ощущается Минус 24 Не Ходила Не Включала Свет В подвал Вчера Думаю Не Буду Включать Потому Что Ну Не Сильно Это И Холодно Не Сильно Да И Холодно Ну Вот Ту Неделю Стояло Как бы Не Сильно Много Градусов Да Было Даже Плюсовать Температура И Снег Кое Где В саду Конечно Подтаял Особенно Там Забора А Да Я Не Сказала В То Видео Уже Выложила Что Крыса Бежала Вот Оттуда Вон Бежала Да Оттуда От Ёлки Бегала Бегала Там Где-то Потом Я Начала Верещать Громко Она Забежала В будку Где-то Там Пыталась Туда Зарезть Но У меня В будке Лежит Валежник Сухой Для Розжига И Потом Где-то Оттуда Вышла Вот Где-то Перебежала Вот Побежала Вот там Смотрите Раз Бегала Бегала И Туда Побежала Вот Получается Она Даже Смин Почти Добежала Я Давай Стучать Верещать Она Блин Недолго Думая Вернулась Точно Так же Оттуда Вот Здесь По террасе Вот Здесь Пробежалась И Вот Возле Заборчика Вот Этого Побежала К дому Тут Где-то Она Уже Потерялась Вот Я Очень Боюсь Этих Мышатых Этих Крысатых Вообще Этих Хвостатых Не знаю Почему Я боюсь Как нормальный Человек Лоится И про деревья Я рассказывала Что декоративные Яблони Были У меня Много Было Получается Здесь Было Яблони Вот Там Вишни Где Теплица Одна Была Яблоня Потом Вот Здесь Где Вторая Вишня Была И Там В саду Было Штук Пять У меня Было Мне Привезли Ребята Бесплатно Я за них Не платила Вообще Абсолютно Ничего И Когда Вот Эта Пелена Которая На Яблонях Появляется В Иркутске Появляется И Она Здесь Стоит Такая Как Паутина Такая Белая Естественно От Этих Яблонях Страдал Весь Сад Поэтому Я их Учитывая Что Они С весны Сильно Они Прижились Но Прижились Хорошо Я Не Постепенно Не Все Убрала И Еще Потом В 19 Году Они У меня Были В 20 Я думала Они Красиво Цветут Красиво Белые Цветочки Красиво Весной Обалденно Красиво Учитывая Что Ни У кого Нет Здесь Деревьев Вот И Я Постепенно Их Убрала Потому Что От Них Страдали Другие Деревья И Кусты Поэтому Я Отказалась От Декоративных У меня Единственное Углу Я Посадила Там Возле Компоста В Прошлом Году Но Не Знаю Какого Она Будет Цвета Или Она Будет Белая Или Будут Розовые Цветы Говорят Если Розовые Цветы То Вот Эта Теля Не Нападает На Розовые Цветы На Белые Только Посмотрим Вот Такой Пасмурный День Я Утюжу Потому Что Надо Все Что Поутюжить И Хотела Покушать Супчик Супчик Варила Себе Светмашелька От Укропа Он Такой Позеленел Так Что Вот Ребята Знаете Такая Красота Мне Очень Нравится Вот Так Дочки Вчера Дали Благодарность Я Так Горжусь Своим Ребенком Дали Благодарность Вот Такая Печать Благодарственное Письмо В честь 20-летнего Юбилея Иркутского ПО Альянс Францесс В Иркутске Кучина Ани Сергеевне За Многолетний Труд Неисчерпаемый Педагогический Талант Профессионализм И Обучение Профессионализм В обучении Французскому Языку 24-го 11-го 2023-го Вот и подарочек Тут дали И тут Книжечка Альянс Францесс Иркутска Рассказывается Какие-то Тоже экзамены Будут Экзамены Уже Принимать Интересно Здесь у меня дочка Есть Даже не смотрела Ну Она говорила Что Снимали Видео Ну Скорее Сего Есть Это 2003 А Она В 2003 Это Не работала Она Работала С 2015 Года Вот Как Папа Не стала В 2015 Году И Она С 15-го Года Уже 8 лет А Даже Не с 15-го С 16-го Года Она Работала 7 лет Она Работала Нет Ее Здесь Нет Ну Вот Она В этом Видео Ее Там Сняли Как Она На Площадке Была Но У нее Уже Таких Благодарственных Писем Грамот Очень Очень Много Вот Такие Дела Готовлю Молодцы Уже Сегодня Это Другой День Уже 26 Ноября Поздравляю Всех Мамочек Днем Матери Желаю Всем Здоровья Счастья Любви И Благополучия Мы Сегодня Посидели Детьми Хорошенько Торти Купили Шампанское Заказали Пиццу Пообедали И Я Готовлю На завтрашний Обед На работу Голубцы Снова В такой Форме Делаю Листиками Вкладываю Дно Еще Капуста Своя Еще Есть Там Несколько Вилочков Потом Уже Придется Покупать Сделала Фарш Отварила Рис Вот До полуготовности И смешала С говяжьим Фаршем Там Специи Соль Добавила Что такое Оно Отдыхает И здесь Делаю Поджарку Крепчатые Добавила И Добавила Голубцы Сегодня Я Выложила Форму Листиками И поджарки Немножко Положила Кладу Вот Листик Обрезала Вот эти Штучки Сами Они мешают Складывать И Вот так Я Кладу Мало Наверное Да Немножко Так Получится Потому что Что-то Я Немного Фарша Сделала Хотя Еще Есть Фарш Что-то Я Достала Маленькую Паковку Небольшую Двумя Руками Быстренько Складываем Каметочком Так Немножко Прижимаю Чтобы Плосенько Было И Укладываем Все Сюда Два Маленьких Листика Получилось И Вот так Ну Сколько Получится Столько Получится Потом Сверху Зажарку Выложу Духовку Нагрею И Уже В духовке Сделаю Мне понравилось Духовке Потом Разведу Две Столовые Ложки Еще Сметаны С майонезом Смешаю Водички Так Залью Ну Чтобы Было Немножко Сиропчика Вот Так Что Вот Завтра У нас Будут Голубцы Но Я Еще Планирую Завтра Еще Сварить Борщ Там Супчика Есть Немножко Но Сегодня Такой День У нас Мы Обедали Шампанское Пили С тортиком И На завтрак Каждый Делал Сам Себе Что Хотел Я Так Кофе Попила Там Кабаской Бутербродик Сделала И все На улице Вот у нас Темнота Темно Идет снег Крыши Домов Все Белые Надо Сходить В подвал На улице Тепло Наверное Не пойду Сегодня Не буду Включать Свет В подвале Так Периодически Хожу Сегодня Входила Магазин Но Обзор Покупок Не стала Делать Настроения Не было Некто У нас Идет По-моему Еще Цветет Декабрист Вот так Это тоже Перецветает Здесь Новый Зацвел Малиново Малиново Розовый Еще Серединку Не выбил Здесь Вот Несколько Еще Будет Цвести Здесь Я Ставила Новую Малиновку Капусту Чтобы Она Размягчилась Листики Вот Размягчились Тут Горячие Здесь Здесь Тоже У меня Собрались Цвети Еще Снег Идет Метет Метель Но Уже Сутки Идет Вторые Сейчас Я Все Включу Вот У меня Вот Этот Весь В Бутонах Видите Какие Здесь Такие Цветы Нежно 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 Розовые Вот Эти Весь Он Весь Бутонах Я Маленько Перестановку Здесь Делала Поставила Их Здесь Прохладно Обогревателя Нету Конвектора Хорошо Прохладно От стекла Тоже Прохладно И у меня Собирается Свести Вот Елочка Вот Это Где-то Видела Внутри Вон Желтенькие Цветочки Вот Еще Желтенький Цветочек Ну Она Цветет Вот Конец Ноября И Декабря Она Цветет У меня Какой-то Код Она Была Цвела Весь год Цвела Ну Начинала Там В сентябре И заканчивала Там Где-то В январе Это Получается Ей уже Знаете Сколько лет И надо Пересадить Был большой Подлубж Горшок Такой большой Надо Заглубить Немножко Корешки Та уже Вот Уже Полностью Там В горшке Облепили Его Это Я Его В 2018 Году Или В 19 Я Вот Сколько Уже Четвертый Год Такой Большой Так Разросся Ну И Здесь Тоже Вот Розовый Декабрист Собрался Цвести Тоже Этот Бутончик Еще Не Выбил Смотрите Сколько Бутонов Видите Какие Ярко Розового Цвета Цветочки На Каждом Листике В конце Вот Такая Пупочка Будет Бутончик Будет Свести Здесь Нету Тоже Вот На Весь 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 В Цветах Весь В Бутонах Весь Будет Цветах Ну И Вот Этот Тоже Ряд Ну Наверное Этот Заведет Он Большой Уже Крупный Всем Привет Ну Ходила Сегодня В магазин Прошлась Гололед Конечно Внизу Гололед А сверху Снег Запорожено Заснежено Так скользко Туда Час Шла И Обратно Шла Полтора Часа Тащилась Домой Хотела Парикмашечку Сходить Но Там Запись По Записи Записалась На Следующую Неделю Как раз К Новому Году Подстерегусь На Улице Так Тихо Снега Навалило Стук И Я не Убираю Пускай На Земле Лежит На Земле Тоже Нужен Снег Чтоб Лежал Сильно Много Та Непл Там Возле Гаража Вообще Мало Елочки В снегу Заснежены Тихо Немного Ветерок Веревка Шатается А так Снежок Я здесь Подмела На крыльце Ну и Там Тропинку Тоже Подмела За калиткой Не стала Подметать Там От крыльца До калитки Подмела Только Ну Чтобы Ходить Не по Сугробам Снег Не собирать Обувью Но Он Идет Еще Всю Ночь Будет Ити И на завтра Снег Снег Тоже Стоит Поэтому Придется Завтра Еще Подметать Персик Играет С мячиком Мышка Поймал Персик Мышку Персик Мяу 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 Ух ты Ух Белка Носит Еще Сделала Я глупцы Сделала Такую Это Здесь Столовая Ложка Сметаны И Столовая Ложка А Даже Больше 2 столовых Ложки Сметаны Столовая Ложка Этого Майонеза Столько Воды Чашка Вот так Я размешала Сейчас Все Это Полью Так Там Не Осталось Нет Не Осталось И Выложу Вот Эту Зажарку Полностью Сюда Надо Ложка Сейчас Накидаю На стол Вы видели Такую Картину Вот Смотрите Нигде Не увидите Ныл Ныл Сидел Запрыгнул Положил Морду На стол И Балдеет Мокси Мокси Ты Хотел Рядочком Да Ходил Со всеми Да Ходил Со всеми Дала Положки Сметаны Они Прям Счастливые Присчастливые Да Да Ой Застеснялся Персик Тут Вон Что делает Персик Ой Господи Да Моется Петь Короче Уложила я Голубцы Залила Вот этой Штучкой И теперь Надо Поставить В Дуку Сейчас крышку Маленечко Открою Ну там Налила Много Конечно Жидкости Будет Булькать Наверное Ну так Приоткрою Немножко Так Надо Без Конвекции А что это Она Не Включается Когда Свет Отключают Постоянно Не Включается Ну ладно Она Сейчас Нагреется Включится 21-37 Будем Ужинать О Включился Ну где-то Пока Духовка Нагреется Пока Там Туда Сюда Ну Час Где-то Час 30 Будет Готовиться Пока Духовка Нагреется Будем Ужинать Да На ужин У нас Сегодня Пицца Остатки После Обеда Скатерть Вот Такая Ну я Уже Показывала Вот Такая Скатерть Все Хорошо Нельзя Трогать Там